Оружие, которым ковалась победа. В 2020 году наша страна будет отмечать знаменательную дату – 75-летие подвига советского народа в самой страшной войне XX века – Великой Отечественной войне. Время неумолимо движется вперед. Уходят из жизни те, кто знал о войне не понаслышке. Чтоб снова на земной планете не повторилась той войны, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Мы помним и гордимся подвигами наших отцов и дедов, которые порой ценой собственной жизни ковали победу. Но мы победили в Великой Отечественной войне не только благодаря героизму солдат, таланту полководцев, труду рабочих и колхозников в тылу, но еще и потому, что советские воины воевали не голыми руками, так как с самых первых дней войны, в сжатые сроки, наши талантливые конструкторы разрабатывали по-настоящему конкурентоспособное технологичное оружие. В бронетанковых войсках большое внимание уделялось повышению огневой мощи, маневренности и защищенности танков. На вооружение пехоты и артиллерии поступали орудия с увеличенной скорострельностью и дальностью стрельбы. На вооружение авиации поступали самолеты, которые во многом превосходили зарубежные образцы по защищенности, огневой мощи, дальности, высоте и скорости полета. Существенное развитие получили и другие виды вооружения, о некоторых образцах которых рассказывается в этой книге.